В ночь с 13 на 14 января россияне отмечают Новый год по старому стилю. Данная традиция возникла после 1918 года, когда в нашей стране было введено летоисчисление по Григорианскому календарю. Привыкали к новому календарю довольно долго. Возникла путаница с датами и в народе стали отмечать наряду с Новым и Старый Новый год. Наша съемочная группа решила выяснить у жителей областной столицы, как они относятся к этому празднику и отмечают ли вообще Старый Новый год. Ну вообще традиции надо почитать и нужно отмечать такой праздник, конечно, он такой древний, вот еще там до исторического времена был. Хочу пожелать жителям Твери здоровья, счастья и благополучия. Елочка, к сожалению, не стоит. Вчера мы ее разрядили, а празднуем, празднуем, сегодня к родителям поедем. В детстве родители дарили сладкие подарки. Новый год был основной, а именно Старый Новый год почему-то заполнился сладкими подарками. Праздник, конечно, существует. Поеду сегодня встречать их к дочери. У меня дочь прекрасно готовит торты, поэтому будет три вида тортов. Она должна бабушкой пирожки печь, а у меня наоборот. Дочь и пирожки печет, и торты все делает. Справлять как? Ну это старый праздник. Наверное, будет. Чем больше праздников, тем лучше. Печем пироги. Все как в обычный Новый год, только здесь еще есть такое вот волшебство, как гадать в этот день. Как-то здесь вот забывается, не забывается. Кто на зеркало, кто на свечку, кто в магу, в общем, кто как. Не забудьте в канун Старого Нового года загадать самое заветное желание. Кто знает, вдруг оно возьмет, да и исполнится. Желаем вам провести его в кругу родных и любимых. Собраться за праздничным столом и пожелать друг другу счастья и здоровья.